Всем привет! Меня зовут Игорь и вы снова на канале Q-Labs. Сегодня я для вас подготовил график, пошаговую подробную инструкцию для изучения тестирования программного обеспечения с нуля, то есть что учить, когда учить и с чего начать самостоятельное обучение. Это тот минимум, который поможет вам динамично двигаться к поставленной цели. Начнем мы с того, что узнаем, кто же такой тестировщик. Если говорить коротко, это специалист по обеспечению качества программного обеспечения в момент разработки. Также более подробно о том, кто такой тестировщик и уровни его развития, вы найдете у нас на канале. Ссылку оставлю в описании. А сейчас, я расскажу вам больше про ваш план действий. Итак, можно выделить сразу несколько способов, как стать тестировщиком с нуля. Первый – это закончить специализированные курсы по тестированию программного обеспечения. Второе – это начать работать в саппорте или на любой другой смежной должности в IT-компании. Также сюда можно отнести стажировку, рекомендации и знакомства. Ну и третье – это, конечно же, самостоятельное обучение. Но мы с вами не ищем легких путей, потому начнем с вами с самого сложного. Это самообучение. Итак, пошаговая инструкция. Поехали! Шаг 1. Первое, что должен знать тестировщик – это теория тестирования. Главное, что важно понять – это где найти информацию на тему теории тестирования. К примеру, это может быть Google, блоги, специализированные сайты по тестированию, образовательные видео в свободном доступе на YouTube и, конечно же, книги. Из популярных можно привести примеры. Роман Савин – тестирование.com, Сэм Каннер – тестирование программного обеспечения, Лайза Криспин – Agile Testing, Джеймс Уитакер – Exploratory Software Testing и более профессиональная литература Rex Black Foundations of Software Testing. Если вы знаете другую полезную литературу, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Теперь сделаем обзор основных тем по теории тестирования. Первое – это фундаментальная теория тестирования или Software Testing Lifecycle – этапы, из которых она состоит. Далее – принципы тестирования, уровни тестирования, методы, к примеру, White Box Testing или Black Box Testing. Виды тестирования, такие как функциональное или нефункциональное тестирование, а также связанные с изменениями. Техники тестирования или техники тест-дизайна, к примеру, классы эквивалентности или граничные значения. Анализ и работа с требованиями – в целом это тестирование требований. Тестовая документация – умение написать чек-лист или тест-кейс. Дефекты и баг-репорты. Тестовые отчеты и метрики качества после пройденного процесса тестирования, к примеру, такие как Test Summary Report, построение процесса тестирования. Но и также важно помнить, что нужны и знания по графическим элементам юзер-интерфейса, по этапам разработки программного обеспечения, он же Software Development Lifecycle. Ну и немаловажная методология разработки программного обеспечения. Из популярных можно привести примеры, как Agile, Scrum и Kanban. Также хочу сказать, что всю теорию тестирования и веб-технологии мы будем постепенно выкладывать у нас на канале. А о том, сколько времени необходимо запланировать для выполнения каждого шага и детальный план по изучению мы обсудим в конце этого видео. Шаг 2. Веб-технологии. Тут представлен список того, что желательно и важно знать тестировщику на сегодняшний день. Клиент-серверная архитектура, такие понятия как фронт-энд и бэк-энд. Как взаимодействуют между собой клиент и сервер. HTTP и HTTPS протоколы, их методы и респонс-коды. Cache и cookies, микросервисы, API, к примеру, разница между REST и SWAP. Язык для работы с базами данных, SQL. HTML и CSS, все, что связано с версткой. Git. Unix-подобные операционные системы и работа с серверными лог-файлами. Testing Tools. Также сюда можно привести такие примеры и работа с программными продуктами, которые чаще всего используют в своей работе тестировщики. Это DevTool, TestTrail, как Test Management Tool, Jira, бактрекинговая система, и Postman, программа для работы с API. По каждой технологии необходимо иметь хотя бы базовые знания и важно добавить, что каждую технологию не нужно изучать на 10 из 10, а лишь в той мере, которая необходима для работы тестировщику. Если у вас вызывает трудности, с чего начать изучение технологий, обращайтесь за бесплатной консультацией и пишите в комментариях, что именно вы хотели бы узнать. Шаг 3. Практика. Сюда важно добавить то, что вы уже прошли в рамках теории тестирования. И не просто прочитать об этом, но и попрактиковать. Это создание тестовой документации, написание тест-планов, чек-листов, тест-кейсов, баг-репортов, применение техник тест-дизайна на практике, к примеру, через решение задач, тестирование и анализ требований, составление тестовых отчетов, таких как, к примеру, тест-саммери-репорт. Практика веб-технологий, к примеру, через решение задач, установки необходимого программного обеспечения или профильные сервисы по веб-технологиям, где можно не только прочесть информацию, но и сразу решить какие-то примеры и задачи. Шаг 4. Знание английского. Можно попробовать найти работу и без знания английского, и возможно у вас получится, но таких вакансий очень мало и становится с каждым годом все меньше и меньше. Если вы не хотите испытывать стресс в течение длительных месяцев по поиску работы, лучше уделите разговорному английскому отдельное место в своем списке по обучению. Сюда можно отнести такие важные активности, как изучение основ по английскому, практика разговорного английского и чтение или просмотр роликов, фильмов на английском. Шаг 5. Опыт на реальных проектах. Сюда можно отнести фриланс-биржи по тестированию, такие как U-Test, Test.io, FixBear, BugFinders, TestBirds, UserTesting. Неспециализированные фриланс-платформы, к примеру, Fiverr, Upwork, Freelancer. Бета-тестирование мобильных приложений, к примеру, Google предоставляет такую возможность всем желающим. Бета-тестирование в больших тех компаниях, например, Netflix, 1S, Microsoft и другие. Еще опыт можно получить через знакомых в IT и их рекомендации. И, конечно же, стажировка. По опыту ничего не остается, кроме как найти что-то из этого списка, подходящее именно для вас, и начать применять все то, что вы изучили ранее. Таким образом, вы пополните свое портфолио проектами и после сможете добавить их к себе в резюме, как коммерческий опыт на позиции тестировщика. Также пятый шаг можно засчитать и к дополнительному, частичному или постоянному заработку, ведь на таких биржах можно найти и постоянную работу. А о том, как составить правильное резюме, как искать и найти свою первую работу, мы более детально будем говорить в следующих видео. И теперь, как и обещал, поделюсь с вами примерным планом вашего самостоятельного обучения. Как вы видите, обучение может занять у вас от 4 до 5 месяцев. Если посмотреть более детально, то в среднем на каждый шаг мы закладываем 15-20 занятий минимум, по 2 часа каждые, 3 раза в неделю. И не забывайте, что около часа вы будете тратить на поиск информации к каждому уроку. Количество времени зависит от сложности темы, которую вы собираетесь изучить, а также от индивидуальных особенностей восприятия информации. Еще учтите, что между этими днями уроками необходимо время и на повторение – около 30 минут, плюс практика, на которую желательно выделить около 2 часов, минимум 2 раза в неделю. Ребята, если вы уже закончили курсы или обучались самостоятельно, и нужна помощь, консультация по тестированию – обращайтесь. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал Q-Labs и ставьте лайки, чтобы оставаться с нами на связи. И быть в курсе интересной и полезной информации в сфере тестирования программного обеспечения. Очень старался, надеюсь, что ролик был полезным. Всем спасибо и до встречи в следующем видео.